Жильцы 19-го дома по улице Комсомольской предполагают, что капитальный ремонт крыши не сделан должным образом. В квартирах верхних этажей появилась сырость. Знаем, что у нас квартиры текут. Жильцы жалуются, и это для нас уже не качество. Крышу начали делать с нашего согласия. Нас опросили, да. У многих были жалобы, что крыша как бы нарушена. Дома-то уже за 30 лет. Жители другого дома по адресу Ленина, 37, на протекающую кровлю пока не жалуются, но сами обратили внимание, что с крышей что-то не так. На крышу сама не могу подниматься. Так я вот с девятиэтажки смотрела. Посмотрела, что там было, когда мы делали крышу, нам подрядчик говорил, что она будет залита черным таким всем. А когда залезла, там ее не видно никакой черноты. Специалисты управляющей компании поднялись на крыши, чтобы провести осмотр. В ходе проверки выявил трещины в местах примыкания слоя к выступающим конструкциям. Дефекты подкрытия защищенного слоя из мастики всей плоскости крыши. Трещины в слое мастики в местах выхода вентиляции. Отслоение стекловолокна от поверхности крыши. Вздутие на поверхности кровельных материалов на поверхности крыши. Также должны были сливы замазаны, но они не замазаны. Ремонт крыши 37-го дома улицы Ленина подрядная организация ООО «Маяк» выполнила в 2018 году. Стоимость всех работ составила 1 300 000 рублей. Гарантийные обязательства еще не закончены, но дефекты, как говорится, налицо. Это все должно быть заделано. Специалисты управляющей компании пригласили на осмотр и представители подрядной организации. Те заверили, что сделают экспертизу. Нужно провести экспертизу. Вследствие чего это произошло. Потому что сейчас решать что-то, доводы какие-то я не могу. Будет экспертная комиссия и определит. При этом представители ООО «Маяк» парируют, что проблемы с покрытием крыши возникли после уборки снега. Такого же мнения придерживается эксперт, которого пригласили вместе с нашей съемочной группой. Впрочем, специалист убежден, что экспертиза нужна, чтобы выяснить, некачественные работы это вина подрядчика или следствие укладки некачественного материала. Экспертизу надо сделать, да, потому что деньги были заплачены. Я смотрел документы за нормальный материал. Может быть, сам материал был некачественный. Деньги я не знаю, куда ушли. Меня не устраивает этот ремонт. Подрядчик работал всего на шести домах. Жители Комсомольской 17 и 19 написали заявление, что крыши домов протекают. Управляющая организация, в свою очередь, направила претензию к организации, которая выполняла работы. Если ООО «Маяк» не выполнит гарантийные обязательства, то в таком случае конфликт будут решать в суде.